Это эксклюзивные кадры испытаний бронированной машины «Арма-8х8». Даже после мощного взрыва экипаж остается целым и невредимым. Все превосходства броневика «Арма-8х8» отечественные военные испытывали в условиях казахстанского климата и географии – в зимнюю стужу, в летний зной, в непролазной грязи, на воде и в пустынных песках. Он выдерживает перепады температуры в диапазоне 90 градусов – от минус 40 по Цельсию до плюс 50. По самому суровому казахстанскому бездорожью броневик наездил несколько тысяч километров и успешно завершил опытно-войсковую эксплуатацию. «Арма-8х8 соответствует всем современным стандартам. При ее разработке мы особо постарались над надежностью ее ходовой части, над тем, чтобы машина была максимально мобильной и безотказной. В данных навесных бронелистах находится высокотехнологичный композитный материал, который обеспечивает тот же уровень защиты, как и сталь, но при этом весит в три раза меньше». А еще, несмотря на то, что боевой вес броневика может достигать 30 тонн, он прекрасно держится на плаву. Акваиспытания наши военные специалисты проводили на Каспии и остались под существенным впечатлением. Мощность двигателя в 600 лошадиных сил позволяет развивать больше 100 километров в час на суше и почти 10 километров в час на воде. При этом машина продолжит движение с поврежденной бортовой электроникой и даже потеряв сразу три колеса. Довольно комфортные условия. В этом, по сути, танки на колесах и для бойцов. А это восемь пехотинцев и три члена экипажа. Наводчик, водитель и командир. «Пятиточечные ремни безопасности надежно удержат и сохранят здоровье бойцов на месте даже при подрыве мины. А от ударной волны их защитит плавающий пол. Все это наша собственная разработка. Есть система кондиционирования и пожаротушения, как в моторном отсеке, так и в десантном, а также защита от радиоактивных, химических и биологических атак». Прекрасно продемонстрировал этот броневик и точность стрельбы в движении на скорости 50 километров в час. Арма оснащена боевым модулем «Нефер», производимым отечественной компанией «Казахстан-Асилсан Инжиниринг». Если Министерство обороны страны примет на вооружение турецкую арму 8 на 8, то это существенно расширит казахстанско-турецкое сотрудничество в сфере оборонной промышленности. «Это в первую очередь трансфер технологий. Это создание новых рабочих мест. Это повышение уровня образования. Поэтому думаю, что и в дальнейшем подобного рода сотрудничества будут продолжаться у нас и будут распространяться и на другие секторы экономики тоже». За последние 30 лет инвестиционное сотрудничество Казахстана и Турции успешно развивалось по целому ряду направлений. При этом объем привлечения турецких инвестиций в экономику нашей республики достиг 4,5 миллиардов долларов. В случае, если отечественная армия примет на вооружение данную колесную военную технику, перечень статей казахстанского-турецкого инвестзаимодействия пополнится еще одной взаимовыгодной позицией.